Завершился очередной этап реставрации Гачинского дворца. Первые работы начались еще в 2015 году, и с тех пор объект культурного наследия пытаются вернуть к первозданному облику. Специалисты занимаются восстановлением фасада и специальной обработкой камня, который со временем пожелтел и начал разрушаться. Все работы проводятся только по согласованию с КГО. Тема продолжит мой коллега Алексей Смирнов. Леша, известен ли срок завершения этой реставрации? Да, Лень, приветствую тебя. Реставрация продолжается, чтобы сохранить и восстановить крупнейший императорский дворец. Мы сейчас находимся на высоте 32 метров на часовой башне, которая реставрировалась больше года. И с октября 2019 года здесь не поднимался флаг. Но сейчас пообщаемся с официальным представителем музея. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Леша. Расскажите просто о символическом значении этого флага. Это символический флаг, простите за тавтологию, символикой времен Российской империи, времен как раз Александра Третьего. Собственно, мы видим черный цвет, желтый и белый. Правда, в Геральдике их называют черный, золотой и серебряный. Собственно, одна из наиболее распространенных трактовок, символов этого знамени. Черный – это цвет земли, который богата Россия. Золото – понятно, серебро – тоже очевидно. Это одна из трактовок, повторюсь, но она была очень популярна как раз в царствовании Александра Третьего. Наверное, самого русского царя, как его называли. И именно поэтому сегодня мы будем поднимать этот флаг. Конечно. 10 марта – это день рождения Александра Третьего. У нас весь прошлый год в музее прошел под именем, под знаком Александра Третьего. Мы отмечали год 175-летия императора-миротворца. Сегодня ему исполняется 176 лет. И поэтому в день рождения будет поднят вот этот флаг, который, наверное, сейчас Сергей уже может начать. Да, Сергей уже может приступать к процессу. Здесь достаточно тесно. Мы не мешаем Сергею. Продолжаем наш диалог. Все-таки Александр Третьий по-особому относился к этой резиденции. Это был его любимый дом. Конечно. Он даже каждый раз, возвращаясь в Гатчину, всегда писал собственноручно в журнале «Счастлив быть снова дома». Для него это был настоящий дом. Хотя он и работал, конечно, здесь на протяжении практически всех 13 лет своего царствования. Но кроме того, что он здесь работал, его семья практически все эти 13 лет, за исключением, понятно, выезда в столицу или по стране, или к родственникам, или в Крым, они, конечно, жили здесь. Здесь был их именно дом. Так, ну что ж, это поднятие флага после паузы в полтора года. Одно из шести в год, которое регулярно происходит. Да, это подъем флага происходит по особым случаям. Особый случай – это для нас дни рождения императоров, царственных владельцев Гатчинского дворца. То есть Павла I в октябре, Николая I в июле. И вот сегодня, март, 10 число Александра Третьего. Это императоры, которые больше всех жили в Гатчинском дворце. Кроме того, 22 марта – это день хранителя, день рождения Серафима Николаевна Балаева и главного хранителя Гатчинского дворца, музея времен предвоенных и послевоенных. Также это 8 мая – день открытия музея после восстановления в 85-м году. И 30 мая – это годовщина закладки Гатчинского дворца в 1766 году, то есть еще при Екатерине II. Ну что ж, флаг практически поднят. 176 лет со дня рождения Александра Третьего. Символическая дата для всех нас, не только для Гатчины, не только для Гатчинского дворца. Мы увидели это в прямом эфире и передаем слово студии. Леша, спасибо. Алексей Смирнов был на прямой связи со студией.